Сегодня мы продолжаем говорить о невероятных животных нашей планеты. Это вторая часть 10 животных, которых раньше вы никогда не видели. Колючая кустарниковая гадюка. Ее отличительной особенностью является наличие загнутой верх чешуи, напоминающей маленькие листочки. Вместе с камуфляжным окрасом такой внешний вид делает рептилию практически незаметной в гуще тропической растительности. Она обитает в Центральной Африке, длина тела взрослых особей составляет 50-70 см. Синяя рыба-попугай. Эта фотография выглядит как результат творчества в фотошопе, но на самом деле это реальная рыба. Ареал обитания необычной синей рыбы с клювом, как у попугая, коралловые рифы на мелководье в тропических и субтропических районах западной части Атлантического океана и Карибского моря. Синяя рыба-попугай. Благодаря клюву они питаются, скабливая водоросли и мелкие организмы с кораллов и горных пород, при этом тратят 80% своего времени на поиски пищи. Китоглав. Первое, что бросается вам в глаза при взгляде на птицу – огромный, как деревянный башмак, светло-желтый клюв, вооруженный свисающим крючком на конце. Отдыхая, птица укладывает свой тяжелый клюв на грудь, чтобы поменьше напрягать шейные мышцы. По неофициальным сведениям, китоглав может быть отнесен к долгожителям, так как живет не менее 35 лет. Ареал обитания – Центральная Африка. Акапи. Это африканское животное, которое также называют лесным жирафом. Обитает только в Заире, в труднопроходимых дождевых лесах. Его основная пища – листья молочаевых растений и различные плоды. На самом деле, Акапи – совсем не мелкое животное. Его длина может достигать 2 метров, а вес – до 250 килограмм. Хотя Акапи и является родственником жирафа, но он не обладает такой длинной шеей. Она у него умеренной длины. Это животное имеет конечности, окрашенные почти как у зебры. Животные сначала получили свое название – лесной лошади. Потом его стали называть Акапи. Так его называют местные жители. Нарвал. Это красивое млекопитающее, обитающее в северных водах земного шара. Мощное животное, вес которых превышает тонну, тело достигает 5 метров в длину. У нарвалов отсутствуют зубы. Но есть пара крупных верхних зубов. Рацион нарвалов в основном состоит из моллюсков и различной рыбы, которую они с успехом спугивают с глубины до 1 километра при помощи своей длины. Длиноухий тушканчик. Этого тушканчика не случайно прозвали не длинноногим, а длинноухим. Уши у зверяка фантастические. Их относительный размер впечатляет – 2 трети длины тела. В отличие от большинства тушканчиков, длиноухие в своем рационе делают ставку на насекомых. Причем они слышат передвижение личинок, толщи грунта и ночной полет жуков и бабочек на расстоянии до 5 метров. Днем увидеть прыгающего тушканчика почти невозможно. В светлое время суток длиноухие тушканчики проводят в норах, маскируя вход так тщательно, что обнаружить его можно лишь с помощью специального оборудования. Патагонская мара – одно из самых загарочных зверей проживает в Южной Америке и относится к ряду грызунов – семейству свинковых, но и к полукопытным. Но снаружи похоже на зайца. Говорят, что сидящая мара похожа на зайца, а бегущая – на косулю. Из-за тонких ног и быстрого бега в этом животном не всегда получается признать грызуна. Но несмотря на высокую скорость бега и возможность совершать почти двухметровые прыжки, эти грызуны очень пугливы и могут даже умереть от сильного испуга из-за специфического развития нервной системы. Обитают такие зверки на территории Южной Америки. Роксилана фринопитек или золотистая курносая обезьяна. Эти небольшие китайские мартышки покрыты ярко-оранжевым золотистым мехом. Их носы настолько курносые, что кажется, от них остались одни ноздри. Почти вся жизнь этих обезьян проходит на деревьях, где они находят себе корм и защиту. Размер тела этих небольших обезьянок не превышает 75 сантиметров. Плодами и фруктами им удается полакомиться только летом. Все остальное время они питаются корой, лишайниками и хвоей. Хирот. Он выглядит настолько необычно, что поначалу невозможно поверить в подлинность фотографии. Кажется, что изображение монтировано при помощи программы. Хирот похож на обычного червя, с обычными кольцами и розоватым оттенком тела. Только вот его длина составляет 21 сантиметр, и ног у Хирота две. Хирот может передвигаться без участия ног, но вот зарывается он только с помощью них. Это удивительное животное, близкое к ящерицам и змеям, но не совсем на них похожее. В случае опасности Хирот ровно как ящерица отбрасывает хвост. Рамка на месте существовавшего хвоста быстро затягивается, а вот сам хвост уже не отрастает. Большую часть суток Хирот проводит под землей. При появлении человека или любого другого существа, Хирот нерасторопно и неуклюже скрывается в ближайшей норе. Именно поэтому о привычках, повадках и жизни Хирота почти ничего не известно. Водяной олень. Данный представитель является единственным видом из рода водяных оленей. У него нет рогов, но зато есть необычные клыки, с помощью которых он может защищать себя в случае возникновения опасности. Почувствуя хищника, он с разбегу бросается в самую ближайшую реку и проплыв в какое-то расстояние по дну, пытается укрыться под ветками, набившими с берега или под корядой. Над поверхностью воды остаются только уши, ноздри и глаза. Это позволяет оленю следить за врагом, самому оставаясь недоступным и невидимым для хищника. Почему безрогие олени называются водяными? Потому что в естественных природных условиях они обитают в поймах рек. В основном это территории центральной и восточной части Корейского полуострова. Помните, что все животные по-своему уникальны. Их огромное множество. Каждый день вас окружают несколько десятков видов по-своему интересных животных. Просто начните их замечать и не давайте в обиду братьев наших меньших. Субтитры создавал DimaTorzok